Всем приветик! Нашла еще одну орхидеечку на своих полочках, у которой еще нет цветоноса. Вернее, которая отсвела. Ее поставила вниз. Чему свидетельствует пыль на ее листьях. Жутко пыльная. Прямо ужас. Вот отсвевшая орхидейка не так давно. Так, сейчас посмотрим. Розовая. Розовая написана на ней. Так. И ее, наверное, тоже чуть-чуть омоложу я. Ну, сейчас походу посмотрим. Когда я вытащу, посмотрю. Так как корни уже, видите, лезут, лезут. Пока они не стали гигантскими. И не огорчили меня. Нужно будет их посадить. Так. Немножечко. Стучим. У меня на дне, как всегда, пеностекло. Было положено когда-то. Орхидейка сухая. Розовая. Это тоже куплено когда-то уценкой. Потому что розовые... Розовые я никогда не покупала цветущие. Они мне как-то доставались так случайно. Так. Пеностекло так просто не отвалится. Надо мочить. Сейчас я тут все прилипла. Ну, корешочки, как всегда. Те, кто не верит, что они от воды такие выросли, ничем помочь не могу. И порадовать вас тоже не могу, сказав, что я прямо замочила ее в удобрении. Нет. Такого не было. Чисто на воде. Потому что я, как говорится, человек такой, знаете, не могу сказать, что прямо ленивая. Но вот, понимаете, чтобы вот это вот заниматься удобрениями с утра до ночи, ой, это мне очень лень. Если они и так растут, зачем их удобрять лишний раз? Нет, я могу, конечно, раз в год это сделать. Вот собраться мыслями, развести, ой, честно вам скажу, это проблема для меня. Я там снимала вам видео, как я разбавляла и удобрила там при вас одну орхидейку, но вот на этом все и закончилось с тех пор. С тех пор я не удобрила ни одну орхидею, ни одну. Поэтому, если вы думаете, что я кого-то обманываю, я не знаю. Я не вижу в этом смысла кого-то обманывать. Так, ну что, пойду намочу ее. Убираю подносик, чтобы ничего не отвлекало мой фокус. Мне тут посоветовали убирать все лишнее. Тогда не будет фокус уходить. Вот, намочили. Как видно, что все корни хорошие, конечно, но они старые. Вот есть еще старый корень. Вот, он его видно, старенький. Так, а мне не написано, когда я ее посадила. Нет, не написано. Так, хочу, значит, укоротить шею ей, снять лишние листики и посадить ее поглубже на новые корни, которые она успела уже тут нарастить. Посмотрите, цветонос в каждой пазухе. Смотрите. Вот это вот засохший цветонос. Вот это, вот это. Посмотрите, что делается. А с другой стороны исключительно корни. Тоже в каждой пазухе. Такая вот орхидейка плодовитая. Розовая. Так, розовая орхидейка. Прощайся со своими старыми корнями. Так, пока что, пока что вот так. Чуть-чуть. Пока попку только одну отрежем. Сейчас я сниму листья и посмотрю. Как это у нас будет выглядеть. Ну, корни тут старые, они плохие, конечно. Возможно, они работают, но... Я не хочу их оставлять. Хочу все убрать. Так. Сейчас листики снимем лишние. Аккуратно. Они уже болтаются, эти листики, поэтому их не жалко. Тоже уже старенькие. Так, пока я отрежу листик. Потом посмотрю. Как я его буду снимать. Так, вот этот... Да что ж мне все... Не видно-то вот так. Вот этот листик. И этот листик. Да. Ну, видите, само отрывается даже вообще. Без малейших усилий. Без малейших усилий даже вообще. Оп. Это потому, что корни пробились, и они листик этот, как говорится, все уничтожают уже. Мешают ему жить спокойно. Поэтому тут вообще все без усилий абсолютно. Все легко снимается абсолютно. Тут мешает старый корень. Немножко. Вообще легко. Все легко. Так. Значит, упорачиваю шею. И буду на новые корни только надеяться. Так, сейчас вот так вот. Так. Тут лист тоже, конечно, я бы убрала. Вообще, омолодимем конкретно ее. Конкретно. Все эти старые корешочки и старая попочка нам не нужны. Все. Распрощались мы с ней. Это называется омолаживание. Реальное. Так. Давайте. Кто-то сейчас скажет, что я не изверг. Ну, что делать? Я же омолаживаю, а не просто пересаживаю. Не переживайте. Все у нее будет замечательно. И я вам ее буду показывать. Главное записать какого числа мы с вами это пересаживаем. Чтобы не забыть. потому что вы видели, какое количество я пересадила. Я бывает смотрю на них, уже не узнаю, кто где. Поэтому, конечно, надо записывать. Так, тут лист. Тут новый корешочек, поэтому операция «Ы». Пинцетиком. Пинцетиком. И пинцетиком. Аккуратно. Сегодня лазила на сайте Авито. Я там иногда продаю какие-то свои цветочки недорого. Фиалочки, там листики фиалочек. Вот. И мне попались объявления с орхидеями. Люди сейчас продают орхидеи. Ну, есть там за 300 рублей. Даже я увидела за 250. Но я думаю, что конечно, там орхидейка не цветущая за такие деньги. Ну, какая-то обычненькая. Там розовая, белая. Обычная орхидея. Конечно, сортовые. Меньше тысячи вы не купите. Даже на Авито. Так, сухой. Ой. Так, отрезали. Вот. Что я хотела сказать. А, увидела, значит, там одно объявление. Отдам бесплатно. Две орхидейки. Требует реанимации. Такое прямо так вот написано. Требует срочной реанимации. Я так заинтересовалась, конечно. Зашла посмотреть. Но там не было фотографий не конкретно. пациентов. Вот. Хотела попросить, чтобы мне прислали посмотреть, что там вообще есть смысл брать и что-то реанимировать вообще. Может быть, человеку сразу сказать, что даже бесплатно не надо. Никто уже не поможет вашему цветочку. Потом смотрела адрес. От меня очень далеко. Другой конец города. Ну, в общем, не стало, короче говоря. А так прям, вот знаете, было бы близко. Наверное, взяла бы парочку еще на наши с вами эксперименты. Как это мне что-то не отрезать еще? Еще свежий никак не хочет. Так, сейчас я еще корешочки намочу, потому что плохо намочила свежие корни, чтобы они гнулись лучше. Так, прибралась тут немножечко на столе. Все, немножечко помочились еще. Этот корень длинноватый не хочет никак поддаваться мне. Дальше возьму поменьше. Чуть-чуть. Немножечко. Потому что орхидейка значительно поубавилась в размерах. воршок большой не нужен. Корешочки сейчас сложим аккуратно, чтобы не поломать их. Так, так, так. Где мой пинцет? Я иногда пинцетом себе помогаю. Стой. беру пинцетом вот так немножечко загибаю горшочек. Корешочки. Все упало. Падает, все упало. Перевешивает. Горшок легкий. Корешочек. О, все. Села. Ну вот этот листик, конечно, можно было снять его. Ладно, я не буду. Что уж так, совсем лысая останется. Оставим ей немножечко листиков. керамзит. Не упадет, надеюсь. Керамзит. В следующий раз, когда она зацветет, надо обязательно ей название найти, потому что розовые. Конечно, я не помню, чтобы у меня что-то выдающееся было. Ну, может быть, что-то из известных, так сказать, продаваемых у нас в обе. Что-то я взяла и просто розовое написала. Не стала заморачиваться. Вот. 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 Теперь держатся. Теперь не падает она у нас. Выбивается этот лист, конечно, нижний, он очень длинный. надо прикупить мелкого керамзита. Для таких вот маленьких горшков, конечно, удобней перемешивать маленький керамзит со средним. все падает, как обычно. Так, сейчас пеностекла добавим, как всегда, красивенького. Красивенького. Так, вот сверху. кто не смотрел мое видео про как я стекла тонировала, так сказать, тряпочкой, посмотрите, я там показываю орхидейку, которую я 24, по-моему, 26 марта на канале как раз вот здесь мы с вами пересаживали, ее омолаживали. И у нее цветонос уже. Я вчера показала это. Кто не видел, можете посмотреть. То есть посадочка прошла успешно. Безболезненно для орхидейки. что она как росла себе, так и растет. В планах цветонос значит цветонос. Все идет по плану. Никаких отклонений от нормы. То есть если орхидейка здорова, то ей это не помешает пересадочка такая. Эта розовая она тоже очень часто цветет, поэтому я надеюсь, что в скором времени она у нас опять повторит свое цветение. Мы с вами ее опознаем совместными усилиями. в общем вот. Все. Хватит. хватит пеностекло на нее переводить маленький горшочек. Горшочек 12 сантиметров. Это вот отсюда до сюда до этого края. Сейчас я ее поливать не буду. Я ее буду поливать можно завтра. Корешочки видно, поэтому я буду следить. Я теперь каждый день прохожу. Мое утро начинается с того, что я иду просматриваю все орхидейки, особенно те, которые только что пересажены. Кто нуждается в поливе, полив сверху, я пшикаю либо из этой самой спринцовки немножечко. Так это типа пшиканье все равно. Водичка спускается немножко, касается вот так капельно знаете корней. Вот тут допустим я с этого края возьму, так в крае налью немножечко. Водичка спустится, корень намочит и все. Этого достаточно на первое время, пока не пойдет рост новых корней. Как я только замечу, что пошли разветвления или раскуплился камечек там какой-то где-нибудь. Ну, тут есть. Если замечаю рост корней, все, значит я сразу уже начинаю наливать водичку на дно. Сверху наливаю чуть-чуть. Она спускается, со всех сторон я лью здесь, чуть-чуть налью здесь, здесь, здесь. Она спускается, остается в этом маленьком горшочке, сантиметра полтора. Все, и она так стоит, сама пьет водичку уже. Но не сразу. Нам нужно дождаться, пока корешочки адаптируются и начнут расти. Пока что достаточно будет малого количества влаги. Ой, какая красивая, да? Прямо такая она ровненькая вся. Ну, все, пересадили мы с вами. Молодцы. Спасибо всем за внимание. За внимание. Всем пока. Пока.